Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. Раннее-раннее утро, 5 часов, и я уже выхожу на работу. Работа гида, она такая. Почему так рано? Да потому что с туристами сегодня мы на пароме отправляемся в Уругвай и посетим очень красивый колониальный городок, который так называется, колония, и затем отправимся в Монтевидео. Мы едем на пароме, мы едем на своей машине. Итак, давайте посмотрим, что мы успеем посмотреть за один день, отправляясь из Буэнос-Айреса в Уругвай. Места на пароме мы взяли в первом классе, чтобы по полной насладиться путешествием, в том числе и хотели насладиться видами из окна. Но все путешествие по реке нас сопровождал очень и очень плотный утренний туман. Через полтора часа паром прибыл к берегам Уругвая. Мы спустились к машинам, сели в них и отправились в путь путешествия по Уругваю. На северном берегу устья реки Рио-де-Ла-Плата, вверх по течению от Монтевидео расположен небольшой городок колония Дель Сакраменто, который с трех сторон омывается водами самой широкой в мире реки. В городском ландшафте, датируемом 17, 18 и 19 веками, переплетаются португальская, испанская и постколониальная архитектура. С момента своего основания новая колония Ду Сантиссимо Сакраменто погрязла в пограничном конфликте, связанном с рекой Рио-де-Ла-Плата, которая противостоит испанской Аргентине и португальской Бразилии. А это мы вышли на самую старую и самую фотографируемую улочку в городке Колония. Кстати, здесь также снимались и художественные фильмы. Но вернемся к истории этого города, которая началась в 1680 году, когда 1 января сюда прибыла экспедиция из Рио-де-Жанейро. Губернатор Бразилии Эммануэля Лоба при поддержке местных купцов, которые желали укрепить свой бизнес в Южной Америке, снарядили большую экспедицию из двух больших кораблей, двух бригантин и еще нескольких небольших лодок, на которых отправились в морской поход 400 солдат, снаряженных артиллерией на случай нападения туземцев. Экспедиция также прихватила с собой 18 пушек для установки на центральной площади, по которой сейчас мы, кстати, и гуляем, и строительный материал для возведения новой оборонительной крепости. 1 января 1680 года португальцы подошли к устью Рио-де-Ла-Плато и 20 числа заняли остров Сан-Габриэль, на котором и основали нынешний город-колонию. Известно, что уже в конце февраля того же года Мануэль Лоба написал в палату города Сан-Паула, прося о помощи в продовольстве для содержания новой колонии. Португальское поселение было расположено в Аккурат напротив Буэнос-Айреса. Если вы помните, мы сюда добрались за полтора часа. На восточном побережье реки Уругвай, испанской провинции Рио-де-Ла-Плато. Такое расположение колонии предопределило и дальнейшую судьбу, судьбу укрепленного форта, очень выгодного кусочка пирога для всех стран, кто хотел закрепиться у основания самого большого речного устья южноамериканского континента, через которое вывозился огромнейший объем всего награбленного на континенте добра. Уже в том же 1680 году порт колония Дель Сакраменто был завоеван Испанией. Уже в следующем году он снова был возвращен Португалии. Рассказывать все дальнейшие перепитии, как этот город переходил из рук в руки, нет смысла, ибо это была очень долгая история бессмысленных войн, и не только между испанцами и португальцами. Англичане здесь тоже отметились своим присутствием. И только 2 декабря 1828 года, когда по всей Латинской Америке подошла к концу волна войн за независимость от Европейской империи, колония Дель Сакраменто окончательно была передана под суверенитет нового государства Уругвай. А мы с вами идем дальше, гуляем по этому городу и любуемся его современной жизнью. Чтобы экскурсия по Уругваю оставила самые приятные воспоминания, на террасе с видом на реку бокал шампанского, который в меню значился как «пузырьки в голову». Сегодняшний город, колония Дель Сакраменто, очень туристический, и его исторический центр, по которому мы сейчас с вами и гуляем, в 1995 году был объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Его архитектура представляет собой сплав испанского, португальского и постколониального архитектурных стилей. Сохранность улиц в первозданном виде, а также ухоженность и чистота в городе и привлекают сюда много туристов, фотографов и даже кинематографистов. Посмотрите, какой фотогеничный уголок. Клумба, просто клумба. В 1993 году в колонии Дель Сакраменто снимался фильм «Я не хочу об этом говорить» с Марчеллом остроянии и Мария Луизой Бемберг в главных ролях, который в том же году на Гаванском кинофестивале получил большое количество призов. Кстати, его премьера состоялась именно в Аргентине. Очень яркий центр, где все создано для привлечения внимания туристов. Как видите, здесь множество кафешек, различной коммерции и все для того, чтобы туристы делали красивые фотографии, выкладывали в социальные сети, что сюда, соответственно, привлекало бы еще больше туристов. Как все продумано! Но так красиво и няшно здесь было не всегда. Город очень долго находился практически в руинах. Это было забытое богом место, последнее, где хотелось бы побывать, а уж тем более жить. Ночью на его улицах были только проститутки и их клиенты. В 1968 году Федерико Гарсия Капура и Хорхе Отеро Мендоса убедили президента Хорхе Пачеко Ореко в важности восстановления исторического центра. И в том же году президент Уругвая подписал указ о создании почетного исполнительного совета по сохранению и реконструкции Антигуа колония Дель Сакраменто и выделил соответствующие средства для начала работ по восстановлению этого города, чтобы он стал вот таким красивым, каким мы его знаем сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, городок колония очень известен своими вязаными изделиями, так что если хотите прикупить себе новый свитерок вам в колонию. Ну а мы дальше идем и гуляем по улицам этого красивого старинного городка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Последний взгляд Субтитры создавал DimaTorzok 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 поскольку ресторан мясной мы не стали ничего выдумывать и в качестве закусок в качестве аперитива мы взяли бараньи ребрышки это было что-то фантастическое это наш салатик конечно же уругвайское вино и в качестве основного блюда нам принесли уругвайское мясо это было что-то фантастическое обед удался на славу и дальше прогулка по району который называют уругвайским биориц мне на самом деле это место немножко напомнила биориц прежде всего своими величественными отелями баской атлантической архитектурой единственное в биориц нет домов так близко стоящих непосредственно на первой линии у монтевидео в этом плане есть некоторые преимущества правда нет такого чистого красивого и теплого моря как в биориц это мы зашли в здание бывшего казино раньше это было казино а сейчас это отель сети софитель и пока я тут для вас снимала всякие красивые архитектурные няшки мои туристы по полной здесь притоварились очень красивой посудкой а 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 дальше наш путь я лежал по набережной непосредственно в центр мантовиде очень красивая широкая набережная несколько полос для движения очень широкие тротуары очень много пальм красивые домики настоящий курортный прибрежный городок эта зона города мантовидео мне очень понравилось и всем также рекомендую побывать и увидеть это место а а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...